Никакого монтажа, все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalty.md. Своими глазами. Действительно вопрос относительно необходимости включения в действующий тариф данного вида работы обсуждался еще в 2011 году, когда предприятие готовило экономическое обоснование на утверждение новых тарифов. Тогда, даже по ценам еще 2011 года, беглые расчеты говорили о том, что если включить в действующий тариф стоимость ремонта крыш полностью и над квартирами жильцов, на тот момент тариф только на обслуживание жилого фонда, то есть я имею ввиду без сетей и всего остального, то есть только по строительной части дома, должен был составлять минимум 5 лей с одного квадратного метра. Значит, тогда в результате работы согласительной комиссии был найден компромисс. То есть тогда в действующий тариф были включены стоимость работ, которые необходимо было проводить над местами общего пользования, над подъездами. Однако предприятие уже на протяжении 4 лет находило финансовую возможность и над квартирами жильцов проводить работы бесплатно. То есть в данной ситуации жильцы оплачивали только стоимость материала, значит стоимость всех ремонтных работ предприятие производило за счет либо собственных доходов, либо там мы находили другие финансовые источники. То есть в данной ситуации, несмотря на то, что эти затраты не были включены в действующий тариф, предприятие брало на себя эту нагрузку, и эти работы проводятся бесплатно и по сегодняшний день. Что мы готовы проводить и еще в ближайшее время, сколько для этого позволят финансовые возможности. Поэтому в данной ситуации, особенно учитывая растущие цены и вообще экономическую ситуацию, в которой сегодня находятся все, включая и жители муниципа Беллс, мы также считаем, что вряд ли есть целесообразность сегодня включать полностью все крыши в это все. Почему? Потому что это автоматически приведет к удорожанию тарифов в разы. То есть здесь даже не о процентах идет речь, а именно о разах. Спасибо. Пожалуйста, а Вы не боитесь, что Вы забираете у населения деньги на материалы, не имея никаких юридических оснований? Вы не боитесь, что это может быть для того, что уголовное дело? Значит, нет, Владимир Испанович, почему? Потому что этот вопрос неоднократно проверяли правоохранительные органы. Что значит никаких юридических обоснований? С каждым жителем заключается договор отдельный, в котором предусматривается оплата через кассу суммы на те материалы, которые он приобретает. Кроме этого, в договоре предусмотрена гарантия. Предприятие последние три года проводит ремонты кровли и дает гарантию на это 10 лет. То есть в данной ситуации составляются отдельные договора, и все документы проходят через кассу предприятия. Вы делаете очень хорошее дело, но часть людей, которые живут не на последних этажах, уклоняются, как правило, от того, чтобы участвовать в этом деле. В то время, когда люди, живущие на последних этажах, как только выпадает большой снег на плоских кровлях, начинаются течь, рвут вам к телефону. В данной ситуации есть закон о кондоминиуме, закон о приватизации жилищного фонда, который предусматривает то, что все жильцы, не в зависимости от того, на каком этаже они живут, несут равную долю в тех работах, которые проводятся в доме. Поэтому есть десятки примеров того, когда жильцы пятых этажей действительно за свои деньги проводят эти работы, подают в суд на жильцов ниже расположенных квартир, и в 100% они выигрывают этот суд и обязывают жильцов ниже расположенных квартир компенсировать им равноценные затраты по понесенным затратам по ремонту кровли. Спасибо. Есть еще вопросы. А что юрист говорит в отношении того, что Совет отклоняет решение суда? Как это? Ну, по-другому, Муниципальный Совет еще не произвел голосование. Либо исполняйте, либо... Это во-первых. Во-вторых, Муниципальным Советам, согласно положению в местных советах, утвержденных законам, согласно закону местного публичного управления, и в Европейской карте, и в Европейской карте о местном управлении дана возможность определиться в определении того или иного вопроса, и каждый советник имеет право по каждому вопросу проголосовать за, против или воздержаться. Как вы произведете голосование, я на данный момент не знаю, поэтому выставиться не могу. Если Муниципальный Совет воздержится, как и было, хотел бы напомнить, довести до света вашего сведения, что этот вопрос, он выносится повторно на заседание Муниципального Совета, он выносился ранее. По данному вопросу муниципальные советники все воздержались. При этом судебный исполнитель начал определенные процедуры в отношении того, чтобы обязать как-либо муниципальный совет проголосовать, но все судебные споры, инициированные им, закончились ничем. Пусть приходят сюда воздержать голосование. Пусть есть судебный исполнитель, пусть приходят с каждым муниципальным советником, разговаривают и утверждают его в том, что он должен проголосовать. Другой вопрос заключается в том, как и сказал Сергей Петрович, что некоторые наши правозащитники, которые позиционируют себя так в рамках муниципия, благодаря им сложилась такая ситуация. В ходе судебных споров по данному делу, судебные споры продолжались где-то в течение одного года, мы на рамках судебных заседаний и суду, и суд старались объяснить, что в первую очередь изменение данной фразы, которая предусматривает, что ремонт на самом деле должен осуществляться всех крыш, приведет, не сомнения, увеличению тарифов не на определенные 10-15%, а, как сказал Сергей Семенович, в разы. Это тем самым увеличится нагрузка для жителей муниципи Аббалт. И муниципальный совет при принятии данного решения, в первую очередь, исходил из финансово-экономического положения, которое на данный момент существовало в муниципе и в стране в целом, исходя из той финансовой нагрузки, которую могут вынести жители муниципи Аббалт. Наши доводы, документы, к сожалению, не были приняты судебной инстанцией, и судебная инстанция приняла данное решение. Совет посчитает, что в связи с тем, что все квартиры практически приватизированы, то есть жилой фонд на сегодняшний момент неприватизированных квартир осталось 4%, то есть это закон о приватизации в жилом фонде нам позволяет, что если более 60%, то мы можем их уже снимать в баланс. То есть мы это можем сделать, но тогда, в каком случае, мы проведем просто жилой фонд. У нас не будет вот это ущоба. В период катастрофической ситуации. Ну, варианты тоже есть. Нет, ну, конечно, мы просто живы... Ну, конечно, понятно, что мы так можем сделать. Представляете, пятиэтажка, за которую никого не следует. Я не сказал, что это нужно сделать. Я сказал, что есть еще некоторые... Просто для информации. Спасибо за информацию.